всем привет с вами сергей проект по сегодня расскажу про книгу серии the big book автор эндрю тейлор называется он лондон в огне естественно полистаю покажу как не выглядит просто сейчас у меня не под рукой под рукой у меня есть вторая книга из этого цикла вот чтобы вы представляли как она выглядит а у нее есть рекламная манжетка в первой книге тоже и где яростно его сравнивают с циклом о мэтью шардлейке от сенсома скажу сразу забегая вперед цикл про сенсома мне нравится гораздо больше более продуманный больше не зацепил сам персонаж здесь же немножко послабее но увидите я вот уже практически половину прочитал и второго тома такое как знаете как развлекательное какое-то чтиво с историческим эксурсом очень даже хорошо но честно сказать я перечитывать не буду а вот как раз таки к сенсам у стоит вернуться там можно почитать почему потому что как такового детектива здесь мне не нарисовалась а самый главный факт который меня напрягал это про то что тут есть два главных героя и если к одному еще турмар вот который основной он тут будет заниматься как раз таки выполнять там какие-то мелкие поручения он будет там уж пытаться разобраться у него там еще отец болеет тут еще исторические какие-то аспекты связаны с королем и вроде бы сама интрига какая-то интересно то второй персонаж это девушка вот она будет мне бесить девушка которая себя ведет очень странно в то время вот которая сильно независимая который по сути ну не безродно там есть на этом тему будут как раз в этой книге лондон в огне и спекулироваться кто она такая что с этим связано но вот так как она будет реагировать на проявление интереса к ней на насилие к ней которые будут там а ну блин это то время мне кажется про эти вообще вещи не заморачивались извините меня там все моралисты и прочее прочее но тогда точно эти вопросы не не стояли и здесь она как она будет насильников своих там те кто будет не приставать там целовать и так далее она будет одного ножом одного там парни от 2 принят и так далее но это очень странно и причем сама она очень специфический персонаж короче к ней мне душа не лежит и читать вот было про это неинтересно но как-то вываливалась общей картины сама же история сама атмосфера про что там рассказывается было интересно все-таки лондон в огне не это название почему потому что там как раз происходит великий этот пожар и начало действия тоже как вот сгорает там собор и те стоят наблюдают и вот как раз таки происходит встреча наших этих вот героев потом они каждый по-своему и потом они все равно сойдутся в единую историю плюс тут рассказывается про довольно интересный период когда у короля казнили отца и вот как он пытается вычислить кто же эти были отступники которые короля казнили и почему сейчас пришествие еще там какого-то намечается и что это вообще за убийство происходит потому что там будет цепочка убийств с интересной историей почему вот так вот выбираются жертвы и кто они и в целом же говорю такой развлекательный какой-то детектив до сильно этой независимой женщине нет здесь вообще не место на выбивается из контекста ей вообще не сопереживаешь но и главный герой опять же он так по волнам плывет он сам не выбирает как таковое расследование то он вспомнил моментом или услышал этих вот и он что-то там как то движется это не совсем детективная история здесь ну понятно да тут еще и расследование хотя скотт ланд-ярд все дела но здесь не профессиональный какой-то занимается этими делами а скорее пытается там спасти своего отца разобраться вот в прошлом каких-то там в ошибках тут еще блин его и король он даже контакт с королем произойдет еще какие такие сцены это очень странно когда такая мелкая сошка там прям действительно конкретно мелкая сошка будет использоваться во всех этих и интригах и расследование как он проведет и кто возьмет ее под крыло опять же в целом читать было интересно но не стоит сравнивать с сенсом не зря меня напрягало что постоянно там в рекламка вот было смотрите смотрите на фоне видно продаж того автора хотели этого автора тоже также раскрутить хотя пишут что там за рубежом этот автор очень-очень даже востребован популярным тейлор ну могу понять вот как минимум от из-за того что вот такую линию он выбрал и персонажа так вот он показывает во второй книге кстати там история продолжается прям буквально следует последующие хватает шокирующих фактов каких-то но пока на примере на половине книги пока не понимаю основной интриги вокруг чего все там это крутится но человек про вторую книгу я вам главное про первый рассказал а уж сами решаете стоит с ней знакомиться нет но честно скажу мне скорее книга производит такое хорошее произведение но не не рекомендую прочтению так сказал да то есть не входит то что прям читайте обязательно лучше все-таки к сенсам обратитесь читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока